Эти предсказания сбылись, про Вавилон. Во время празднования внутренние ворота по обе стороны реки были беспечно оставлены раскрытыми, и неожиданно нагрянувшие воины Кира застали врасплох пьяную охрану дворца. Пророк говорил о том, что будут взяты великие сокровища. Все так и случилось. И можем посмотреть Исайя 45.3. Исайя 45.3. В смысле, сколько сокровищ было взято? И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Полное запустение. Такой по пророчеству была судьба Вавилона. Исайя 47.11. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, который ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Исполнение этого пророчества было поэтапным. После завоевания города Киром он снова был захвачен персидским царем Дарием, а после Александром Македонским. Ко второму веку нашей эры, кроме стен, от города ничего не осталось. Ко времени появления сарацинов, пески пустыни покрыли некогда высокие стены. И запустение завершилось. Пророки говорили, как о болоте. Исайя 14.23. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваок. Так же говорили, как и о сухой земле и степи. Иеремия 51.43. Города его сделались пустыми, землей сухой, степью, землей, где не живет ни один человек, где не проходит сын человеческий. Оба предсказания исполнились. В сухой вавилонской пустыне находят болот со застоявшейся водой. По пророчеству восстанет великий вавилон, который станет красою царства, гордостью халдеев. Исайя 13.19. И вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Затем он станет настолько безлюдным, что пастухи будут бояться ночевать в том районе. Исайя 13.20. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не рискнет аравитянин шатра своего, не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Дикие звери и филины станут обитателями этой местности. Исайя 13.21.22. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут быть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. В прекрасных дворцах будут жить шакалы, и все былое великолепие будет изъедено червями. Исайя 13.22. Шакалы будут быть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Гигантский храм Ваала около 800 метров в окружности и свыше 180 метров высотой превратится в руины. Иеремия 51.37. Иеремия 51.37. И Вавилон будет грудую развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, без жителей. Пророк предсказывает, что путешественники в том месте будут исполнены ужаса. Иеремия 51.41. Как взят Сесах, и завоевана слава всей земли. Как сделался Вавилон ужасом между народами. И до сих пор место, где стоял Вавилон, остается заброшенным. Возможно, частью из-за того, что был открыт мысль доброй надежды и, как следствие, новый путь в Индию. Каковы бы ни были причины этого продолжающегося запустения, оно является каждодневным напоминанием об исполнении слов пророков о том, что место это останется безжизненным навечно. Почерк Бога виден в написанной Библии. И не менее отчетливо он видит в заброшенности того места, где раньше стоял Вавилон. Теперь мы посмотрим про Ниневию. Ниневия была большим городом на три дня ходьбы. Это мы видим из Иона 3.3. Пророк Иона 3.3. Около ста километров в окружности его 30-метровой высоты стены насчитывали 1500 башен, каждая высотой в 60 метров. Несмотря на такую мощь, город, по Божьему предсказанию, должен был пасть по причине своих грехов. Предсказание гласило, что он падет от страшного наводнения. Давайте мы Иону 3.3 прочтем. 3.3? Да. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. То есть, можете себе представить, чтобы пройти из одного конца в другой, нужно было три дня идти пешком. Вот около ста километров в окружности. Значит, ты ходил пешком через всю Одессу? Не знаю. Потом измерим. По дубль ГИС. Предсказание гласило, что он падет от страшного наводнения. Открываем пророк Наум. Первая глава. Первый и восьмой стих. И вторая глава. Шестой стих. Пророчество о Ниневии. Книга. Пророк Наум. Первая глава. Первый и восьмой стих. Вторая глава. Шестой стих. Это про гибель от наводнения. Пророчество о Ниневии. Книга видения Наума Экклассианина. Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа. Облако пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет вассан и кормил, и блекнет свет на ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто влетит в пламя гнева его. Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь убежище в день скорби, и знает надеющихся на него, но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Два, шесть. Речные ворота отворятся, и дворец разрушается. Так, и на ум 3.13 предсказана гибель от огня. Вот и народ твой, как женщины у тебя, врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрет от запоры твои. В 612 году до нашей эры оба пророчества сбылись. Река Тигр частично затопила город, смыв кусок городской стены, что позволило врагам войти в город. Царь воздвиг погребальный костер и сжег свой дворец семью и самого себя. Бог предсказал, что золотые запасы города будут разграблены. Наум, 2 глава, 9 стих. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасом всякой драгоценной утвари. И это событие также подтверждается историками, как исполнившееся. Место, где располагалась Ниневия, сейчас заброшено и даже само имя ее, гремевшее некогда, почти забыто. Теперь Дамаск. Пророк Амос пророчествовал о том, что Дамаск будет наказан, уничтожен огнем. Это Амос, 1 глава с 3 по 14 стих. 1 глава, с 3 по 14 стих. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни озии, царя иудейского, во дни Иераваама, сына Иоасова, царя израильского, за два года перед землетрясением. И сказал он, «Господь возгремит Сиона и даст глаз его из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и сохнет вершина Кормила. Так говорит Господь, за три преступления Дамаска, и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаат железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азиала, и пожрет он чертоги Венадада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Иедонова, и пойдет народ арамейский в плен Кир, говорит Господь. Так говорит Господь, за три преступления Газа, и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Иедону, и пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетра в Аскалоне, и обращу руку мою на икрон и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и поживет чертоги его. Так говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он Он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги вассора. Так говорит Господь, за три преступления сынов Омоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И заполю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди криков в день брани, с вихрем в день бури. Здесь, походу, пророчество не только о Дамаске, оказалось, еще и о Тире. Исайя утверждал, что город превратится в груду развалин. Это Исайя 17.1. 17.1? Да, Исайя 17.1. Пророчество о Дамаске. Вот Дамаск исключается из числа городов и будет груду развалин. Хотя Дамаск существует по сей день, эти пророчества исполнились. Город превращался в груду развалин несколько раз. В VIII веке до н.э. правителя Сирии захватил город и депортировал его жителей. Дамаск был разрушен Александром Македонским, а после него – сарацинами. Значит, теперь давайте мы посмотрим пророчество о конкретных племенах и народах. Значит, арабы. Бог не делал потомков Измаила воинственными, но он знал, что они будут такими. Это было предсказано в бытие 16.12. Противоположность предсказаниям об уничтожении других народов по отношению к арабам мы не обнаруживаем никаких угроз обречь их на исчезновение. Многие народы должны были прекратить свое существование. Однако арабы до сих пор остаются великим народом, что соответствует Божьему обещанию. Давайте посмотрим бытие 16.12. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. Теперь моавитяне. Когда-то моавитяне были сильным и многочисленным народом. Их земля была богатой, а города большими. По их грехам Бог предсказал, что их земля станет достоянием крапивы с соляною рытвенную. Это пророк Сафония 2.9. Посему живу я, говорит Господь Савов, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Омона будут как Гамора, достоянием крапивы с соляною рытвенную, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Кстати, тут интересный момент. О каком вот этом вот остатке моавитян говорится. Сейчас вот мне пришло такое понимание. Мы знаем, что в Тории есть заповедь, что никто из потомков аммонитян и моавитян не может войти в сообщество Израиля. То есть аммонитяне и моавитяне – это два народа, которые произошли от двух дочерей Лота, которые с ним перели. И поскольку Господь сказал, что никто не войдет, никто таки не вошел, за исключением одного и очень скромного остатка – рутмоавитянка. И отсюда, кстати, мы можем увидеть, что слово «народ мой овладеет остатком» не означает, что захватят силы, означает, что вот этот остаток прилепится к Израилю. Я просто еще в других местах встречал, думаю, мы тоже будем рассматривать вот эти пророчества и сравнивать, как они звучат в Новом Завете и у пророка. И убедимся в том, что когда говорится о том, что народ мой овладеет кем-то, это говорит о том, что эти народы добровольно будут сотрудничать, ну скажем так. Дальше про моавитян сказано. Все города будут разрушены, и истреблен будет моав из числа народов. Иеремия 48-42. Пророчество исполнилось в точности, и в настоящее время путешественники находят лишь руины древних городов. В некоторых пещерах и горах живут люди, однако моав, как народ, больше не существует. Следующий народ – аммонитяне. Подобным овитянам, аммонитяне жили на плодородной земле и были многочисленным народом. Из-за их грехов Божье пророческое слово предвозвестило полное уничтожение аммона. Равва должна была стать грудою развалин. Иеремия 49-2. Посему вот, наступают дни, говорит Господь, когда в раве сыновей аммоновых слышен, будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем. И овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. В таком виде она и была найдена. Поросшая крапиву и покрытая солончаками, земля аммона, по утверждению пророка, будет пустынью навеки. Сафония 2.9. Мы уже читали это, там про моавитян. Сафония 2.9. Посему живуя, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, Моав, будет как и Содом, сыны Амона будут как Гамора. Достоянием крапивы. То есть судьба Моава и Амона одинаковая. В настоящее время никто не называет себя аммонитянином. Ни один народ не ведет свое происхождение от Амона. Идумляне или идумияне их еще называют. Идумляне это потомки Исава, его же называли еще и Эдомом. На протяжении 1700 лет идумляне были большим и сильным народом. Идум насчитывал много городов. Это Петра или Села. Столица страны была торговым центром, куда приходили караваны из Египта, Палестины и Сирии. Кроме того, надо отдать им должное, идумляне уже начали проводить исследования в области астрономии и навигации. Грехи этого некогда великого народа навлекли на него Божье осуждение и проклятие. Богатой и процветающей нацией, по словам пророка, суждено было стать прахом из рода в род. Обезлюдевшая земля зарастет ключими растениями, репейником, будет жилищем шакалов, ночных привидений и змей. «Земля и дом погибнет». И мы можем почитать Исайю, 34 глава, с 5 по 10 стих. Ибо упился меч мой на небесах. «Вот, для суда не сходит он на и дом, и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет оттука, от крови агонцев и козлов, оттука с почек овнов. Ибо жертва у Господа в вассоре, и большое заклание в земле и дома. «И буйволов падут с ними и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняется оттука. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу. И будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью. Вечно будет восходить дым ее, будет от рода в рот оставаться опустелую. Во веки веков никто не пройдет по ней». Исайя, 34 глава, с 13 по 15 стих. 13? Да. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапиву и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение или находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршины будут собираться один к другому». «Земля и дом погибнет». Печальное исполнение этих зловещих пророчеств внушает уважение к Библии. Вот уже 1900 лет не существует такого народа, как Идом. Нет такого человека, который назвал бы себя Идомлянином или Идумиянином. «Обычному человеку едва ли было бы под силу предвидеть, что столь богатый и сильный город, как Петро, познает запустение. Даже его местоположение многие столетия было неизвестно. В конце концов, его руины были найдены вместе с 30 другими городами Идома. В них никто не живет, за исключением нескольких арабских пастухов, да и те избегают развалин из-за скорпионов». Кстати говоря, вот я когда-то, много лет назад, случайно по телевизору увидел передачу про вот этот город Петро. И, честно скажу, оно так очень впечатлило меня. Вот именно сами. Это город в скале высеченный. Это вообще нечто потрясающее. Я вот запомнил, сейчас вот читаю, я просто вспоминаю вот этот вот репортаж. И на самом деле удивительно, как вот такой народ, который смог вот такое вот создать и прекратил свое существование. Хотя, кстати, вот по поводу овладения остатком, как в отношении моавитян, значит, есть одно интересное пророчество. Давайте откроем Амос 9.11. В тот день я восстановлю скинию Давида в упадшую, заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. То есть интересный момент. С одной стороны, Библия говорит, что народ прекратит свое существование. С другой стороны, пророчество, относящееся к последним дням, потому что мы видим, что к этому же пророчеству обращается апостол Яков на Первом Иерусалимском соборе и цитирует его. Только там он, остаток Эдома, заменяет другой фразой. Мы будем более подробно изучать это пророчество, сравнивать его, и попытаемся понять, что же это такое, остаток Эдома, и почему Яков цитирует это пророчество, он немножечко его видоизменил, когда цитировал. Но это будет чуть позже. Но здесь мы видим, что есть также остаток Эдома и прочие народы, которыми предстоит овладеть, то есть расположить к себе в друзья, как мы вчера говорили, что если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. То есть мы видим, что Бог обещает, что из многих народов люди придут и будут помогать Израилю выполнять его функцию. Теперь давайте почитаем про филистимлин. В прошлом филистимлине были многочисленным народом, ожившим на плодородной земле. Среди укрепленных городов были Аскалон, Азот, Экрон и Газа. Аскалон был знаменит своими винами. Азот выдержал самую продолжительную осаду в истории. О богатстве Газа говорят трехэтажные дома с лепными полами и большими ванными комнатами. Укрепления города были достаточно мощными, чтобы противостоять армии Александра Македонского в течение двух месяцев. Однако грех – позор для любого народа, и он возвещает грядущее Божье истребление. Божьим пророческим словом, земля филистимская была осуждена за ненависть, непокорность и другие грехи. Ее могущественные города будут унижены и обращены в прах. Аскалон, Азот, Экрон и Газа были особо названы пророками. Это можем посмотреть с Афония 2.4. Древняя Филистия предстает взору путешественников пустынной местностью, где ныне только арабы-бедуины пасут свои стыда. Разваленные Азота известны всем. Там водятся скорпионы. До сих пор ведутся споры о том, под каким из холмов скрывается древний Экрон. Александр Македонский полностью разрушил Газу, и люди покинули то место, где в трех километрах от моря располагался город. Позже он был отстроен заново, но приблизительно в полутора километрах от первоначального места. В то время как некоторые писатели не осознавали, что город построен на новом месте, другие уточняли, говоря о старой Газе и новой Газе. Некоторые называли старый город Газой пустынной. Кстати, вы наверняка слышали такое название израильской земли, как Палестина. На самом деле это, ну скажем так, чисто политический ход был одного из римских императоров для того, чтобы полностью уничтожить имя Израиль и еврея, уничтожить из памяти евреев то, что эта земля когда-то принадлежала. Это было, по-моему, во втором веке нашей эры, там уже после разрушения храма, там после всех вот этих вот событий, которые там происходили, когда евреи были выгнаны из этой земли, значит и земля была переименована в Филистимлю, то есть Палестину. И до сих пор это название вроде бы как прилеплено к этой земле, хотя на самом деле оно не имеет никакого под собой законного основания. То есть эта земля когда-то называлась земля Ханаан, потом Бог эту землю передал в правление народу Израиля, и она как называлась, так и называется законно в Библии Эрец Исраиль, земля Израиля или страна Израиля. В принципе это все Эрец Исраиль, то есть если мы посмотрим те границы, которые Бог определил для земли Израиля, то это будет намного больше, чем сейчас территория государства Израиль занимает. То есть та же, та же, а? А левиты? Какую землю занимает? Ну я сейчас точно не могу сказать, я знаю одно, что... Нет, 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 не только, не только. Ну там, я не думал, что оно четко вот по границам, которые Иисус Навин разделил. Ну образно. Так, давайте про египтян теперь поговорим. Одно время процветавший Египет насчитывал 20 тысяч городов, но в соответствии с Божьим пророческим словом, египетская земля стала необитаемой пустыней. Иезекииле 29.12 29.12 Сделаю землю египетскую пустыню среди земель опустушенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет, и рассею египтян по народам, и развею их по землям. По сей день большая часть Египта остается безлюдным местом. Божий пророк также предсказал конец власти местных правителей в некогда гордой земле. Иезекииле 29.15 Оно будет слабее других царств и не будет более возноситься над народами. Данное пророчество продолжает исполняться вот уже более двух тысяч лет. В отличие от предсказания о полном разрушении Вавилона, Неневии, Моава, Омона и Эдома, Египту не было назначено уничтожение. Пророк предсказал не истребление, а упадок Египта. Этому суждено было стать, ему было суждено стать слабейшим из царств. Вот мы только что прочитали это пророчество. Как оно и есть уже более двух тысяч лет. Все попытки восстановить былое величие не увенчались успехом, включая усилия, приложенные могущественным Наполеоном. Пророчество об отдельных людях. Верное пророческое слово могло предсказать судьбы не только конкретных городов и народов, но также конкретных личностей. Иосия Примерно за 300 лет до самого события человек Божий объявил по слову Господню имя одного из потомков Давида, что сей потомок сделает. Пророчество гласило, что сын будет рожден дому Давида, и что дано ему будет имя Осия, и что будет он ревновать по Боге и бороться с идолопоклонством. Об этих событиях обыкновенный человек знать не мог. И мы смотрим Третье Царство, 13, 1, 2. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеревоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, «Жертвенник, жертвенник!» «Так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И если мы будем изучать историю царей израильских, мы увидим, как это все исполнилось. Рихав. За 600 лет до рождения Ишоа жили некие сыновья, которые повиновались своему отцу, за что пророк Божий навечно благословил эту семью. Давайте мы откроем Иеремия, 35 глава, 18-19 стих. Рихав. Иеремия 35, 18-19. «О дому Рихавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Иоанна Дава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, не отнимется у Иоанна Дава, сына Рихавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». В XIX веке неподалеку от Мекки было обнаружено поселение в 60 тысяч человек, утверждавших, что они являются потомками Рихава. Они исповедовали чистый иудаизм и знали еврейский язык. Сидекия. Нечестивому Сидекии предстояло получить печальное воздаяние за пренебрежение Богом. Пророк объявил, что его возьмут в плен, отведут в землю вавилонскую и умрет там, однако не увидит Вавилона. Чтобы передать такое странное пророчество, надо было прежде знать, как поступит языческий царь Навуходоносор. Можно быть полностью уверенным в том, что этот языческий правитель не собирался вступать в заговор с евреями и исполнять их пророчества, выколов глаза Сидекии перед тем, как привести несчастного пленника в Вавилон. И мы можем прочитать из Зекииля 12.13. 12 глава, 13 стих. И мы знаем, что это пророчество исполнилось буквально. Антиох. Настолько точным и четким было пророчество Даниила об Антиохе 4 эпифане, безумце, что неверующие заявляют, что оно просто не могло быть записано за 400 лет до правления царя Антиоха. Оно настолько убедительно, что критики утверждают, будто это описание исторического факта, а не пророчество. И мы можем почитать пророчество Даниила, 8 и 11 глава. Восьмую давай открываем, посмотрим. Сейчас, все мы, наверное, читать не будем. Тут описывается введение. Давай, наверное, я почитаю. Поднял я с третьего стиха. Поднял я глаза мои и увидел. Это введение. Один овен стоит у реки. У него два рога. И рога высокие. Но один выше другого. И высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу. И никакой звери не мог устоять против него. И никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это. И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Я увидел, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог. И на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их. Так, а в 11 главе что у нас? Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпору и подкреплению. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. И не к его потомкам перейдет, не с тою властью, с какой он владычествовал. Ибо раздробится царство его и останется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее. Но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску, и войско в укрепление царя северного, и будет действовать в них и усилится. То есть здесь пророчески описываются исторические события, которые произошли с Антиохом и Пифаном. То есть кому интересно, может поднять данные и сравнить с этими пророчествами. И еще есть один момент, который я бы хотел прочитать. Сейчас я найду его. Вот по поводу пророчеств самого Иисуса. Пророчества Иисуса были настолько значительными и настолько точным было их исполнение, что истории известно беспримерное усилие, предпринятое намеренно, чтобы аннулировать хотя бы одно из предсказаний Иисуса. Иисус сказал, что после падения Иерусалим будет попираем язычниками. Император Юлиан Отступник, он царствовал с 331 по 362 год, это в нашей эры, в своей ненависти к христианам решил изгнать из Иерусалима язычников и восстановить там иудеев. Однако любые попытки с его стороны восстановить храм натыкались на разные препятствия, как естественной, так и по сообщениям сверхъестественной природы. В конце концов, истратив значительные суммы денег, Юлиан отказался от своего плана. Говорят, на смертном одре он воскликнул, «Галилеянин, ты победил». То есть, представляете, человек, который хотел отменить пророчество Ишо, в конечном итоге признал, что у него это не получилось. Значит, касательно пророчеств в отношении людей, в отношении народов, мы в общем закончили. Сейчас мы еще посмотрим пророчества. Веселится и ликует весь народ. Давайте мы откроем сейчас Псалом 32, с 1 по 10 стих прочитаем. 32-й Псалом, с 1 по 10 стих. «Радуйтесь, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все, живущие во Вселенной. Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народа». Вот из этого псалма мы можем увидеть, что Господь, как Владыка, Он творит, Он уничтожает, то есть Он таки действительно Бог всемогущий, Он хозяин Вселенной, и Он делает то, что Он считает нужным. И что бы там ни замышляли люди, противящиеся, у них из этого ничего не получится. Значит, и теперь... Теперь мы попробуем посмотреть, что Писание говорит об Израиле. Но для того, чтобы мы говорили об Израиле, давайте мы сначала вообще определимся с терминологией, кто же такой Израиль. Значит, и из Писания мы видим, что Бог, значит, взяв... Бог, избрав Авраама, Он, как садовник, проводил некоторую селекцию. То есть он... Некоторые ветви, происходящие от Авраама, он отвергал, как бы отсекал, значит, и избирал одну ветвь, которую он и культивировал, о которой он особенным образом заботился. И, скажем, дважды он, в принципе, делал выбор в пользу одного, отклонив кандидатуру другого. И мы знаем, первый вариант, это было, значит, отстранение Измаила, хотя он был потомком Авраама, сыном Авраама, значит, но не от жены, а от служанки. Значит, и второй раз, это когда Бог избрал Якова и отверг Исава. Значит, и поэтому в дальнейшем мы видим, что Писание называет потомками Авраама, то есть израильтянами, именно потомков Авраама, Ицхака и Якова. То есть это вот три патриарха, от которых пошел дальше еврейский народ. И поэтому, скажем, когда мы ведем речь с евреями, я вот уже говорил об этом, приходится иногда дискутировать на тему, кого можно считать евреем, кого нельзя считать евреем. Значит, и мне говорят, ну, как принято в современном раввинистическом иудаизме, слима мой еврейка, значит, ты еврей. Я говорю, хорошо, давайте мы поговорим в таком случае про Якова и Исава. Эти два человека родились от одного мамы и одной папы. Яков еврей, еврей, а Исав? И тут приходит человек в ступор, потому что понимает, что Писание четко говорит, что Исав евреем не является. То есть еврей или Израиль, это нечто, ну, не просто происхождение от плоти и крови. Значит, и это, кстати говоря, приводит нас к Евангелию от Иоанна, третья глава, где Исава говорит о рождении свыше. Не от плоти и крови, не от хотения мужа. Понимаете? Ну, ладненько. Сейчас мы делаем небольшой перерыв и подпишем. Спасибо.